Итак, стартует рубрика «Накипело» на радио Камчатка. И сегодня хотелось бы обсудить следующий вопрос. 28 августа прошло заседание комиссии по противодействию коррупции при правительстве, насколько я понимаю. И сегодня у нас в гостях рубрики «Накипело» член комиссии по противодействию коррупции Мылов Сергей Александрович. И на повестке дня, я так понимаю, как раз был вопрос земельный в Елизовском районе. Все верно? Да, все верно. Расскажите, пожалуйста, как прошла эта комиссия? Ну, мне хотелось бы отметить такой факт, что в этот раз единогласно была высказана позиция губернатора Камчатского края, правительства Камчатского края, прокуратуры Камчатского края, что то, что происходило в Елизово, это недопустимо и просто выходит за рамки любого законодательства и, самое главное, справедливости. Мы сейчас говорим о тех самых а-ля огородах, которые раздавали наши чиновники, соответственно, небезызвестному Ломакину. Все верно? Ну да, включая и Ломакина, это была система, которая работала в Елизовском районе и в городе Елизово. Ну, все-таки по резонансному вопросу как раз участков Ломакина, что говорил губернатор, что говорил прокурор, какое мнение высказали? Я хочу сказать, что обсуждался вопрос не именно Ломакина, обсуждался вот тот случай, когда земельные участки выдавались в одни и те же руки без торгов, ну, задаром, понимаете? Вот, и это было, ну, во-первых, несправедливо, во-вторых, все имеют, ну, человеку, ну, сколько участков, к примеру, вам надо для ведения сельхозхозяйства, правильно? Ну, один. Больше ж не осилите, а люди брали по 10, по 20 участков и для того, чтобы это была чисто перепродажа. То есть, ну, вот такая была ситуация. Я именно хочу отметить, что позицию губернатора, позиция прокуратуры, она была, позиция правительства была единая, что немедленно надо все это исправить, как можно быстрее внести изменения в постановление правительства Камчатского края о том, чтобы этого не было в принципе. Потому что вот такое дело. И попытки представителей Елизовского района и города Елизова сослаться на то, что это федеральное законодательство, они были, ну, и губернатором, и прокурором Камчатского края отвергнуты и обоснованно отказаны, что это, извините, у вас была возможность и вы обязаны были это делать. Сергей Александрович, вместе с тем мы все видели мнение тех, так называемых, тех самых Мишиных медиа, где они говорят, что закон не нарушался, все по закону, все хорошо и, в общем, лаконично. Вот как можете вы прокомментировать? Может быть, этот вопрос комментировал губернатор, прокурор? Значит, вот эта попытка была высказана со стороны представителей Елизовского района и Елизова, которые мы заслушивали. Вот. Она была очень, так, по пунктам губернатором признана, ну, с условием на ссылки на законы Российской Федерации, что она несостоятельна. Ну, и, конечно, прокурор Камчатского края просто, ну, как говорится, камни на камни не оставил от этой позиции. Ну, в общем-то, все вполне предполагаемо. Сергей Александрович, все же, вот, скажите, к чему пришли на заседание этой комиссии? Значит, заседание комиссии, значит, единогласно пришли к тому мнению, что надо немедленно, как можно в кратчайшие сроки, как сказал губернатор, вносить изменения в постановление правительства Камчатского края, которое регулирует эти положения выделения земельных участков вот под эти огородничества, под разные там другие, включая там, как там, сенокошение, еще сейчас вот новая появилась, такая фишка в Елизовском районе. То есть, выделяются земельные участки, независимо от того, что, извините, на этом участке лес растет, а у них там сенокошение. В общем, ну, много таких интересных моментов, которые используются, ну, вот, нашими чиновниками местными, особенно муниципальными, для вот этого всего. Спасибо большое. Мы будем следить за развитием событий. Я напомню, что гостем рубрики «Накипело» сегодня стал правозащитник и журналист Сергей Александрович Мылов. Спасибо вам большое, что вы пришли, рассказали нам все подробности. И оставайтесь на 105.5, самые свежие подробности будут здесь.